Вы знаете, ну, как бы танцуем от печки, то, что, в принципе, это одна и та же совершенно территория и никогда ничем не отличалась. От построек, от уклада жизни, от языка, от менталитета. Я всю жизнь ездил по Украине лет 15 с гастролями. Во-первых, я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь говорил по-украински. Это наверняка потому, что я ездил и Львов, и Киев, и Донецк, и Днепропетровск. Это города крупные. В городах точно не разговаривал никто на этом странном языке. На этом языке разговаривали всегда в деревне, потому что, в принципе, это деревенский чистоговорок, который, собственно, для этого и служит. Потому что ни один военный, или летчик, или космонавт не может управлять самолет или там говорят... Просто там нет таких слов даже, на которых можно это делать. Поэтому, если мы посмотрим, все эти военные, которые воюют и летают, или что там делают, они все переговариваются на русском языке. Потому что технического языка даже слов нет в украинском таких. И к чему я говорю, что это приблизительно как Медведково воевало бы, с Бутово, с каким-то районом или с центральным что-то. Да, это было понятно, что там в истории, как бы, Руси всегда там княжества между собой воевали, и там воины были действительно очень жестокими. И гражданская война всегда более жестокая, нежели чем какая-то другая война. И у нас переплетены настолько, как бы, корни, и смотришь, у всех одинаковые фамилии, там, у кого-то... Я не знаю, вот моя бабушка, допустим, она даже не умела по-русски разговаривать, она из деревни была там очень долго, из украинской. Она говорила, то есть, и у меня мама сейчас на Украине живет летом, у нее там дом просто, она ездит туда на лето, сюда приезжает. Это никогда, ну, я не знаю, как объяснить, никогда не считалось за границей. Это была, вот, как бы, одна абсолютно территория. И это так и есть, это один и тот же народ. То, что придумали, там, украинизация, это проект, там, сто лет, вот, долго очень ввели. Это бесструктурное, как бы, управление, которое существует на нашей планете. Вот эти проекты их придумывают для того, чтобы, там, ну, как бы, вот, разводить свои эти самые мутки на глобальном уровне. И, вот, данный момент, это все, мне кажется, затянется, затянется и будет минимум до семнадцатого года, мне кажется, происходить. До выборов, президентских выборов США, короче, когда у них там выборы, они поменяли? В семнадцатом году? Или в шестнадцатом? Не помню, в шестнадцатом. Вот где-то, там, ну, американцы должны будут решить, там, за полгода до шестнадцатого года этот вопрос. Потому что, то есть, на выборах их спросят, а что, почему у вас такой беспредел творится? Поэтому, что-то будет происходить. И, ну, не знаю, им как-то в любом случае надо выходить из этой ситуации, которую они устроили на Украине. И тотальный хаос их бы устроил. То есть, что мы сейчас и наблюдаем буквально в последнее время, они начинают уже там правый сектор, воевать уже с этой милицией. Это как раз, мне кажется, вот они провоцируют вот такую широкомасштабную гражданскую войну на все территории, которую, которая бы устроила вполне, как бы, америкосов. В Сомали такой полный вообще хаос, разруха. А если вы посмотрите, то идет тенденция на то, чтобы, как бы, Россия пытается сохранить хоть какой-то там порядок, хоть что-то газом все-таки поставляют и еду. То есть, при том, что, в принципе, может быть, в один день все обрушить и связи, и не общаться. И это было бы очень, ну, такое популистское, как бы, решение. Все бы сказали, у-у-у, правильно там. Но, в большом счете, это совершенно неправильно, потому что, когда все это начнет просто в хаос и в кровавую баню превращаться, разруливать и платить за это, за все. Придется, конечно же, опять Россия. Это очень не хочется этого делать. Вот. И поэтому, я не знаю, ну, вот украинцам я бы посоветовал иногда, как бы, слушать что-нибудь или смотреть что-нибудь, кроме, не знаю, там, украинского телевизора, потому что, ну, там, в однобок очень все, грубо говоря, им рассказывается. И покупайте там тарелки хотя бы, не знаю, тебе ставьте, чтобы иметь какое-то здравомыслие. То есть, ну, потому что в любом случае люди, которые, там, попали вот под раздачу, их вот, как бы, зазомбировали, не любят слово, постоянно говорят зомбировали, ну, скажем, зарядили вот этой, как бы, энергией, и они будут ли лишними, никому не нужными. И сейчас им, как бы, наверное, по кайфу там побегать с автоматами, но придет время, когда с них спросят. Поэтому лучше, мне кажется, сейчас это прекращать делать и не играть на... под чью-то дудку, не танцевать. Ну, с другой стороны, может быть, они действительно живут там своей какой-то жизнью, и там им по кайфу быть в каких-то организациях. В общем, мне кажется, это долго будет. Не сразу это все. Думаю, года два еще точно. До выборов прям сто процентов. Надо в Россию всем нормальным людям, надо валить в Россию. Ну, зачем там, что там делать? Там нечего делать. Там беспределы абсолютнейшие. Ну, не во всех, как бы, частях, потому что у меня мать живет на севере, там спокойно. Ну, север никому не нужен. Там нищие совершенно районы, там деревни. Туда это все не дойдет. Туда потом народ, как бы, из городов повалит. Если начнется вот эта, как бы, кровавая баня в режиме тотальной гражданской войны, то, конечно, тогда они из городов пойдут все туда, в северную деревню. Будет не очень хорошо. Продолжение следует...